приветствую всех на канале с вами серега сегодня будем резать air max skyline разрежем горизонт после двух месяцев носки но начнем начнем ну что ж пожалуй приступим начнем как говорится разберем air max skyline значит приобрел я их два месяца назад вот приехали они из швеции и видимо они скорее всего неправильно хранились я уже упоминал об этой модели когда был были съемки про air max skyline что именно вот эти вот это вот эти именно skyline и после дождя после пересушки стали трескаться соответственно детали носка вот я пытался конечно их из заклеить но к сожалению все это ерунда если они начнут как говорится здесь трескаться в этих местах то это все можно смело выкидывать вот но модель классная как бы я не первый год ношу также skyline и вот и соответственно очень такой городской тип модели городские абсолютно удобные тапки вот давайте попробуем я не знаю какой какой будем резать то какой какой надо подумать да и значит у меня вес где-то под сотку по 100 килограмм вот и смотрите за два месяца просто подошва каких-то местах вот особенно видно посередине на заднике то есть она растрескалась абсолютно краска краска абсолютно растрескалась но самое обидное это когда происходит вот вот такие вот вещи то есть конкретно как бы такие разрывы ткани и кроссовки становятся промокаемые то есть абсолютно от воды они уже не спасут так давайте наверно попробуем сначала сначала снять шнурочки что-то я их тут под завязал так жестко что мне их наверно не развязать будет вот и но что могу сказать их скорее всего неправильно хранили то есть хранили кроссовки абсолютно неправильно их также я так думаю пересушивали где-то каких-то помещениях непонятных к сожалению они пришли в негодность после первого проливного дождя что делать раз на раз как говорится не приходится бывают и крепкие попадаются модели бывают модели которые сразу у нас в течение нескольких месяцев убиваются но как говорится никто не застрахован от этого поэтому поэтому вот так вот сейчас шнурочки мы развяжем долгий процесс к сожалению но заранее было бы неправдоподобно я думаю шнурки кстати классные такие крепенькие вот модель значит данная у нас она еще раз повторюсь приехала к нам из швеции заявлена синтетика кожа пеноматериал подошвы сегодня мы посмотрим как это выглядит вблизи если кому-то будет видно ну вот сняли мы наконец этот шнурок вот значит вот таких вот такие вот у нас кроссовки air max skyline вот в принципе очень классные так чего начнем я думаю сначала наверно отрежем носок посмотрим погнали прекрасно режется и язычок вон отлетел просто такой мягкий конкретный язык поролона там просто немерено прикольный вот у нас почти разрезалась подошва да кстати забыл сказать пока еще не разрезал задник точнее показать вот видите вот через два месяца задник стал отклеиваться конечно можно подклеить и ничего с ним бы не было но блин они настолько меня разочаровали просто невероятно я бы сказал обломали тем что ткань у них испортилась стельку тоже резанули как обычно вот мы отрезали так сказать носок да все как обычно текстиль прошито отлично качественно вот вот такие вот интересные у нас разрезанные кеды получились сейчас мы еще пильнем да пока не пильнули значит все многие боятся может быть покупать кроссовки с воздушными подушками air max но я не знаю сколько бы я не носил оригиналов как бы проткнуть их не так не так легко хотел сказать не так сложно ну может быть как кому-то приходилось по-быстрому как бы с ними справиться сейчас мы посмотрим будет ли какой-то пшик или не будет посмотрим сейчас специально взял нож поменьше я не знаю попробуем сейчас пока без музыки пшикнуть давайте сначала вот так попробуем о сразу же пшикнул слышали да вообще моментально но нож очень острый поэтому они пшикнули соответственно там уже ничего нету давайте попробуем на втором пшикнуть в тишине чтобы было слышно есть там воздух или газ по-моему было слышно это реальный был пшик вот да сейчас начнем дальше как говорится кромсать их посмотрим что там и как так 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 наверное удобнее будет ах как хрустит как кожа хрустит классно так вот здесь еще на заднике на подошве вот такая вставка интересная треугольная значит внутри она даже реально она внутри существует то есть это я не знаю что это такое а нет это подождите это это не треугольник это наверное от баллона у нас идет ну сейчас порежем дальше посмотрим что это такое сейчас посмотрим пока непонятно режется классно вообще раз и все как говорится да пеноматериал обалденный если честно ребята классный пеноматериал такой приятный прям вообще обалдеть прям такой антистресс реально похож такой на антистресс прям такой прям его давишь он прям обратно прям класс сумасшедший мягкая пена вообще мягкая приятная классная так давайте посмотрим все-таки что это к баллону идет или нет вот эта деталь у нас давайте пильнем ее пополам посмотрим что у нас сейчас сначала хочется вот эту деталь куда мы давно хотел эту деталь отрезать резиновый такой задник вечный вечная такая деталь про которой я говорил отрывается прекрасно отрывается блин рассыпалась прям резиновая абсолютно деталь но она что-то рассыпалась прям такая прикольная соответственно она тоже у нас с подкладкой идет я думал она насквозь пойдет нет смотрите под резиновой деталью под этой резиновой деталью у нас все-таки кусок материала я думал там ничего нету а там реально кусок материала блин прикольно оказывается я я не так думал да ладно давайте резать дальше смотреть баллоны как они сделаны так что-то мне так туго идет хрустят классно вообще здорово скайлайн скайлайн я разбираю первый раз сам не знаю что там будет внутри как баллоны сделаны ребята я не ожидал что они будут именно так сделаны сейчас я покажу если мы возьмем пример допустим баллон у нас идет да вот мы короче получается разрез вот у нас соответственно задник с баллонами и мы его вот так вот открываем тупо вот так вот а он у нас вот так вот выглядит представляете как баллоны классно выглядят то есть такого я еще не видел никогда сделано конечно очень круто вот так вот выглядят баллоны очень интересно они соответственно у нас абсолютно друг с другом соединены да в одну в одну систему причем такая система конкретная она какая-то двойная что ли получается то есть если у нас баллон здесь еще еще и внутри очень странно что если нам вдоль пильнуть посмотреть что это вообще как просто интересно я такую конструкцию баллона вижу первый раз совсем разрежем допустим не до конца если ага вот мы разрезали то есть что у нас получается у нас боковина допустим боковой баллон проблему Продолжение следует...